Спорт для взрослых 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 А большинство, которые приходят, приходят именно для того, чтобы быть здоровыми или исключительно, чтобы поддерживать фигуру и свое тело? Быть здоровыми или быть красивыми? Да, да, да. Ну, если говорить о фитнес-услугах и просто о бодибилдинге, люди приходят не только, просто они подразделяются, они приходят и за здоровьем, и за красивым телом, и также за чем. Ну, в принципе, думаю, основные пункты – это вот эти два. Потому что если не будет здоровья, не будет красивого тела. Ага. Чтобы привлечь внимание именно вот взрослого поколения, что нужно делать, на ваш взгляд? Чтобы они не время от времени, то есть от нужды… Регулярно. Да, регулярно посещали и вот занимались спортом. Ну, на этот вопрос обычно отвечаем мы, то есть в нашем клубе работают 8 персональных тренеров. Мы стараемся объяснить людям, чем мы занимаемся и чему мы хотим их научить. Чтобы мы их учим, во-первых, это дисциплине, уметь систематизировать себя, уметь отказываться от вредных привычек, таких как курение, алкоголь. И так же, как в дальнейшем проходить подготовку собственного «Я». Ну, согласитесь, сейчас все-таки занятие в тренажерном зале бьет по карману. Ну, потому что спортом у нас в основном на частной основе, то есть частной организации. У нас нет госучреждений, где можно нормально позаниматься. С инструктором. С инструктором. Да, кто это объяснит бесплатно. Вы сами занимаетесь бодибилдингом. Как давно увлекать и вообще расскажите об этом виде спорта? Ну, я увлекаюсь железом, так сказать, 6 лет. Выступаю национально по бодибилдингу полтора года. Конечно, неплохо. Я могу сказать, что мой первый дебют был, и с первой девятки я занял четвертое место. А потом я попробовал себя на областных соревнованиях, я выиграл первое место, а также абсолютную категорию. После через неделю я поехал на чемпионат Казахстана, открытый, который проводился в Актау. Там я выступил первый раз в тяжелой категории и среди мужчин, несмотря на то, что мне было всего 22 года. И я занял третье место. Для меня это было достижением. Ну, вот есть некоторое количество ваших дипломов, грамот. Здесь я вижу и пауэрлифтинг и бодибилдинг. Чем отличается пауэрлифтинг от бодибилдинга? Честно говоря, это два собрата данного спорта, потому что пауэрлифтинг – это, я бы назвал, азы двух спортов. Я начал с пауэрлифтинга, я начал изучать технику, базовые движения. И в первую очередь я познакомился с грамотным человеком, который меня направлял, который составлял мне единики, объяснял, что я должен делать и как я должен делать. Я также выступал по пауэрлифтингу. Это выполнял три основных движения – это приседания, жим лежа и становая тяга. Я занимал три раза первые места на областных соревнованиях, один у нас второе место. Но в данный момент у нас проходят соревнования не на высшем уровне, я бы сказал, потому что проводятся они, во-первых, в Кандагаче. Данный вид спорта, я думаю, скоро пойдет вверх и будут проводиться в нужном уровне, как проходится в Европе. Хорошо, у нас есть телефонный звонок, давайте примем. Доброе утро. Всем привет, я бегаю утром вечером. Как дела у вас? Спасибо, хорошо. Ну мы рады, что вы бегаете утром. Ваш вопрос? Я вот, да вы знаете, я вот начала бегать около месяца, я потеряла пару килограммов, и знаете, у меня все тело отбисло, я не знаю, что мне делать дальше. Ну, имею в виду живот. Ну, чуть-чуть. Вы хотите еще более постройнеть? Да, да, да. Что нужно делать, кроме бега? Ну, вы занимаетесь в первую очередь это бегом. Последние источники сказали, что бег, он вреден для здоровья, честно говоря. Он вредит не то, что вашим внутренним органам, он вредит вашим суставам. Я бы вам посоветовал заменить бег на простую быструю ходьбу, это в первую очередь, если вы не хотите заниматься в фитнес-зале. А если вы хотите, перейти на новый уровень, я думаю, стоит бы заняться своим питанием, посмотреть, что вы кушаете, отказаться от вредных калорийных продуктов, таких как майонез, сладкое. Конечно, ограничить себя в соли, потому что соль и сладкое, это в первую очередь накапливает жирную массу. И если вы попробуете, я думаю, через месяца полтора-два увидите, что я был прав. В общем, нужно исключить жирное, сладкое, соленое, есть постную пищу. И мучное. И мучное. Да, главное считать свои калории. Хорошо, Роман, а как вы пришли именно вот к этому виду спорта, к пауэрлифтингу и дальше к бодибилдингу? Да, и вообще, какой самый, наверное, подходящий возраст для начала занятий? Ну, я видел ребят, которые начинали с 13 даже лет. Для них это было, не знаю, я считал, что это слишком рано, но они были намного красивее массивнее мне, когда мне было 16 лет. Первый день я пришел, мне было 16 лет, мне привел старший брат, я перестал заниматься вообще спортом. Я там раньше посещал бокс, кейбокс, ну и так далее, с чего начинают дети. И по ходу я не знал, что мне нужно делать, я просто тупо упрямо посещал занятия. То есть приходил и что-то мне получалось. Потом я познакомился с одним спортсменом, пауэрлифтером. Он был, так сказать, талантом нашего города, насколько я понял со слов моего тренера по пауэрлифтингу. Потому что для своего веса он поднимал значительные веса, которые побеждал чемпионат Казахстана, который также и претендовал на чемпионат Азии. И после я занимался пауэрлифтингом 2-2,5 года. Потом, конечно, были перерывы, бросал, что-то посещал для себя. Ну и потом меня пригласили съездить в Караганду, выступить на чемпионате Казахстана. Я попробовал, мне понравилось, когда я вышел на сцену в одних плавках, когда на тебя смотрят 600-700 человек, конечно, страшно. Но потом, когда я почувствовал эту поддержку, мне понравилось. Я понял, это мое. Ну что ж, Роман, спасибо за интересную беседу. Мы, конечно, вам от всей души желаем дальнейших побед. Не только на местном уровне, но, может быть, даже и на международном. Напомню, что у нас сегодня в гостях был тренер Роман Ивашенко. Ну а мы вернемся к вам в студию совсем после рекламы. Скоро после рекламы.